Всем доброго дня! И у нас с вами новая встреча, долгожданная, потому что с прошлого вторника нас в буквальном смысле слова закидывали вопросами, а когда мы снова встретимся с Владимиром Николаевичем? Потому что ту информацию, которую вы нам дали, она не просто уникальная, она практичная. Я больше того хочу сказать, что после того, как вы рассказали, то, что вы рассказали, я теперь смотрю на уши людей. И, кстати, так случилось, что я даже увидела одного человека, двух, вот с такими ушками наверх. Ну, уникально. Благодарим. И, пожалуйста, расскажите то, что вы нам приготовили. Ну, я приготовил... Во-первых, всем здравствуйте! Те, кто меня видит, те, кто меня слышит. У меня сейчас только что была лекция в Народном университете «Время жить», тем, кому же, 55 в Сочи. Вот. Но по условиям собраться смогли только те, кто поместились в зале, 12 человек. Ну, 12 уже нормально. Вот. Народном поставили видеокамеру и записывали. И я специально им выбрал такую тему, чтобы она была такая же, как и у вас. Они все послушали, им все понравилось. Таким образом, я конкретизацию сделал этой информацией. Это продолжение к тому, о чем мы с вами разговаривали. Я перед предыдущей лекцией переслал вашу запись. Посмотрели люди, понравилось. Те, кто ходили в прошлых годах, вот, они все вспомнили. Вот. И в этом году мы уже, вот, продолжили. Вот. И сегодня я, ну, нашим слушателям принес, у нас была такая тема, но она у нас идет как по безопасности, жизнедеятельности. Вы же понимаете, что сегодня у нас время такое серьезное. Вот. И людям нужно освежить памяти. А я это лекции в университете в государственном сообществе читал почти 10 лет. Это больше. Вот. БЖД, так называемое. Вот. Не оба же, как в школе учатся, а именно БЖД полностью. С практиком, практическими занятиями серьезными. Ну, и вот что-то из этих наработок у меня осталось в памяти. Остались мои приборы. И вот сегодня мы начали с того, что мы проверили энергетику, общую энергетику человека. И поэтому я сегодня приношу вам свой прибор. Кстати, я сделал такой прибор 12 лет назад. Сделал его в хорошем металлическом корпусе, в шикарном. Но при перелете в самолет очень, там нам окраине не понравилось. Тут очень большая, тяжелая штука. Ее рассматривали, ее раскручивали. Вот. Выяснить, что там внутри лежит. Я говорю, ну, что там нет. Вот. И поэтому я этот прибор переделал, разобрал этот прибор и переделал его в корпус, который можно проразить в самолете. Вот, смотрите. Это просто такая пластмассовая скорлупка. Я нашел в магазине скорлупку. Вот. Такую вот для пирожных, наверное, или для бутерброда. Вот. И у нее переставил свой прибор. Прибор от этого не стал хуже работать. Как тестер. Да. Но это не тестер. Это правильно. Точнее, я бы правильно сейчас сказали. Это тестер человеческой энергетики. В нем немножко там детали. Вот здесь видно, что чуть-чуть. Он немножко детали туда напаял. Ну, те, которые нужны для того, чтобы этот стрелочный прибор превратился в индикатор энергетического возраста человека. Слышите фраза, да? Да. Индикатор энергетического возраста. Я такой прибор увидел еще 30 лет назад. Его выпускала Одесса. Он выпускался на базе прибора C4311 с громадной шкалой, суперсвет, точно. Ну, это прецизионный прибор. Вот они его переделали в такой прибор. Вот. И тогда он мне понравился. Ну, прибор имел, как это сказать, он просто был микроамперметр, стрелочка больше-меньше. Вот. И я, когда такой прибор сделал, я увидел, что шкала-то у него, есть такое понятие, логарифмическая. То есть, есть шкала просто вот один, два, три, четыре. А есть шкала там 10, 100, 1000, 10 тысяч, что-то алгоритмическое называется. То есть, сначала чувствительное, а потом все более тупое, 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 тупое. Это, чтобы можно было много диапазонов сразу в данной шкале получить. Вот. И я нашел такой прибор советский, в котором логарифмическая шкала была. Более того, шкала была в секундах, но оказалось, что эти секунды, если правильно вот здесь точка подстроить, они превращаются в годы. И вот посмотрите сейчас, что на скале нарисовано. Шкала получилась фантастическая. Прибор этот уникальный, фантастический. Посмотрите, что здесь написано. Вы видите? Да. Вот по нижней шкале смотрим. 10 лет, 20 лет, 30 лет, видите? 40 лет, 50 лет, 100 лет, да? Да, да. А по верхней шкале написано, что 0,5, 1 годик, 2 годика, 3, 10, 10. То есть, оказалось, что этот прибор сделан именно для того, чтобы из него сделать тестер биологического возраста человека. Осталось только подобрать ему датчики. Чтобы человек мог взять их в руки. Вот он берет руки. Два электрода. Один электрод и второй электрод. Ну, это содержит рука. Человек является генератором электричества. А генератор, вот чтобы вы понимали, вопрос о нашей теме лекции. Диагностика. В данном случае это диагностика по всему телу человека. То есть, электролит, как мы говорим, плазма крови в человеке является электропроводной. Самого маленького человека, молоденького, у которого масса тела – это 98% вода. И 50% когда в человеке остается воды, он уже становится котлявый, сухой и пихонько умирает. На этом принципе воды, электролита. Помните обыкновенный аккумулятор в автомобиле, да? Его надо залить электролит, правильно? Да, да, да. Банки все залиты электролитом. Баночки, да, да. Да, и если электролит выкипает, вдруг перезарядили его, значит, надо подлить электролит. Вот человек – это такой же точно аккумулятор, которым электролит. Но пластины аккумуляторные – это вот эти вот штуки. Вот одна пластина и вторая. Пластины должны быть из разного материала. Есть в химии такая шкала водородных потенциалов. Вот если кто химии тогда-то учил, такая вот вначале водород стоит, потом калий, магний, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И там литий стоит. Вот. То есть между разными металлами возникает разность потенциалов. Там один вольт, пол вольта, сколько-то. Вот этот самый физик, которого была фамилия вольт, он придумал взять такие две материалы, что цифра получилась вот у него на всю скалу один. И назвали это слово вольтом в честь него. Вот это один вольт. Но сегодня у нас это вольт батарейки. Вольта не модные. У нас полтора вольта батарейка, да? Она уже немножко получше, чем вольтовская. А во всех, вот мы сегодня везде во всем мире, самая модная батарейка, которая имеет самое максимальное напряжение, которое есть, это 2,7 вольта. Это литиевая батарейка. Потому что литий, вот, самый, оказывается, водородом максимальный размер. Поэтому, чтобы снизить размер батарейки, сегодня выпускают только литиевые батарейки, вот, все с телефона. То есть чем что-то надо более малогабарительное, тем туда больше нужен литий. Поняли, для чего теперь литий? Да. Для того, чтобы сразу же с одного элемента получить не один вольт, а 2,7. То есть почти три раза мощнее. Это уже не 2,7, а 3,6. Вот правильно. А зарядить его можно до 4 вольт. Кстати, вот по БЖД. Если вы случайно, не вы, а вот это ваше устройство, случайно батарейку перезаряжаете, то напряжение свыше 4,2 вольта, то литиевая батарейка не держит это напряжение, пробивается со страшной вспышкой, взрывом, что вы многократно в интернете наблюдали, да? То есть литию батарейку нельзя заряжать выше, чем 4,2 вольта, но она взорвется. А вот человек – это такое существо, что если в нем будет мало воды, то это как разряженная батарейка. Понимаете? Человек из воды разряженная батарейка. Чем больше в человеке воды, тем более энергии человек из себя может выделить. Ну, заряжать-то он через рот, конечно, там через воду. Вот. И чтобы это семилировать, нужна вода. Проводы потом, если будет у нас настроение, я отдельно, так сказать, рассказ, скажу про воду. Вот. А сейчас вот идея такая. Вот эта штука определяет, сколько в человеке фактически воды. И с помощью подстроечки я тут настроил уже, чтобы соответствовало подшкалу. Вот сегодня мы проверяли наших слушателей. Они все моего возраста примерно. И достаточно точно получалось. Вот это. Причем, смотрите, у людей могут быть руки сухие, могут быть влажные. Если влажные, то получается сразу очень большая точность, потому что кожа очень сильно, изолятор большой, электрический. Вот. Если руки сухие, то тока нет, прибор ничего не покажет. Вот я сейчас поставлю, вот так вот интересный этот прибор, будет вы видно. Так что, что же мы подставим? Сейчас я на что-то подставлю. А, вот так я сделаю. Сейчас наклоню машинку, вот. И вы посмотрите. Сейчас наклоняю, 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 наклоняю. Вот. Ага. И сейчас появится этот прибор. Сейчас этот прибор появится. Я подмеченку вставлю здесь вот так вот. Вот. И наклоню руку сильнее. Вот. Видно уже стрелку? Да. Да, да, да. Уже стрелку видно. Вот стрелку видно. Я поставлю по центру вот так вот. Ну, вот у меня руки сухие, конечно. Но я так подышу на них немножко. А вы посмотрите по нижней шкале, сколько на сухую. Вот сейчас у меня сколько мне лет. Хорошо. Так. Ну, 120 лет, да? Угу. Больше 100. Да. Вот. Ну, если я руки полежу чуть-чуть немножко свои, да, то у меня появляется сколько? 60. 60. 65 лет. Видите? Угу. 65 лет. Вот. 65 лет. То есть я слегка увлажнил руки. Угу. И он показал мой возраст. Ну, мне устраивает. Хочется потрогать. Показал мой возраст. Но вы понимаете, что вот, да, здесь можно поставить переключатель. Он у меня здесь есть, но я бы не вывел просто. Мне достаточно. Это было сделано с Потана для того, чтобы перевести в другой город. А на том основном приборе у меня есть переключатель для малышей. то есть для подключения по верхней шкале. Вот. И вот были такие вещи, когда случай, когда у меня на, это реальный случай, на уроке по физике, значит, у меня практически занятие по физике, лабораторной работы. все студенты попарно распределены. Ну и одна пара это влюбленные красавцы такие, вот им там по 20 с чем-то лет немножко. Вот. Причем они те стройные, высокие, симпатичные. Я вот этот прибор ставлю перед девушкой. Говорю, ну-ка, сколько вам лет девушка? Она нажимает стрелочку и показывает, что ей 18 лет. ну ей там 21-22 примерно. 18 лет и она так посмотрела на этого парня. Видишь, я какая молоденькая. Говорю, ну давай, теперь ты, вот, парень нажимает руки, а он показывает 35 лет. Он удивляется, вот, она удивляется, она начинает посмотреть снизу, глядь, хихик о нем небольшим. Вот. Я говорю, подыши на руки, возьмись еще раз. Он говорит, хорошо. И он берет прибор в руки и я вижу, как стрелка с 35 лет начинает полосить. 20, 18, 15, 14. Лезет. Я говорю, эй, эй, эшки, прибор не сожги мне здесь. Стрелку сбери. Я переключаю на режим детский и стрелка останавливается на 5 годах. Он говорит, ну как, уже весь класс, весь зал, вся аудитория все аплодирует. Я говорю, как это у тебя получается, что ты, он говорит, айкидо. О, оказывается. Я говорю, это ты можешь свечку загасить рукой? Он говорит, да, свечку могу погасить и на воде реак сделать. Ну вот, и теперь ты можешь управлять своей энергетикой. То есть, смотрите, независимо от того, даже если в человеке это воды хватает или не хватает, если человек может управлять своей энергетикой, он может делать чудеса. То есть, человек преднастроенный, то есть, сначала его дух, как мы говорили, помните, говорил дух, душа, тело, да, вот, его дух не управлял, а душа, она всегда работает с телом, ей задача оптимизировать работу тела. Зачем нам будет лишнюю энергетику тела, так сказать, давать, если это в данный момент не нужно. Если что, там происходит выпад из адреналина, всплеск, энергетика выделяется, человек может убежать, запрыгнуть, и что там поднять, да? А здесь у человека дух мощный, тренированный, он дает команду тела, идет цепочка, может быть, выброс из адреналина, может еще что-то, не знаю, это биохимия дальше идет уже. Но важно то, что энергетика пошла мощная, стрелка зашкалила, я говорю, все, все, стоп, потому что я понял, что он может еще больше энергетики выделить. Поэтому после вот этого разговора я на этот приборчик припаял сзади, здесь видно, два таких диодика железных. Вижу. В одном и в другом направлении, вот так, навстречу. то есть, чтобы напряжение, если будет больше, чем включение этих диодиков, чтобы они включились и пробились, выпустили ток. То есть я поставил на всякий случай выпускной предохранительный клапан и в одном и в другом направлении, потому что можно взять одну руку латунный, а другую цинковый, а может наоборот. Поэтому я в двух направлениях поставил, и поставил все это, прицепил головку к самому перевозченному что мне его жалко. Он очень хороший, редкий, советского производства. Вот этот прибор. Это вот вопрос о том, что можно вот эту диагностику делать общую. Это простейшая диагностика. И исходя из того, что вот к нам приходят люди в возрасте, мы студенты нашего университета, но допустим в отследении их была одна дама, ну ей там немножко лет где-то 83-84 года примерно. И когда она взяла вот руке, она показала, что ей 18 лет. И все поаплодировали и сказали, а как вам это удается? Она говорит, я круглогодично купаюсь в море. То есть без разницы, какая погода на море. У нее есть просто поход на море. Она приходит и купается в море. Представляете, как она свой дух закалила в зимнее время, как она насколько мощный человек. Помните Обломова, да? Из нашей классики. У него дух слабый-слабый, а душа у него хорошая, душевная. Душа говорит, дайте у него лёг и всё. Надо бы встать, вот это делать. Вот там сейчас обед, по обедам, а там видно будет. Понимаете? Вот этот человек, который при избытке питания, при избытке энергии, она его сжигает, сжигает, быстро-быстро прокучивает свою жизнь, стареет и умирает. И дух говорит, ну что делать? Ну вот такой вот я и ушёл. И всё. и тело же само при этом погибает вместе со своей душой, так сказать, с этой автоматикой. Дух ушёл, ушёл. Но если у человека мощный дух, если он воспринимает, если мы сильные духом, а сегодня у нас ситуация такая, что мы должны быть сильные духом, сегодня духовность самое главное. Наши, допустим, оппоненты сегодня могут быть душевными людьми, великолепными, но дух у них совершенно другого свойства. И этим телом используется он как оружие, орудие, понимаете? Я не буду просто там углубляться в эти все, сейчас и так все понимают это всё. Вот, поэтому вот сегодня сама вот эта вот техника, это самая простейшая вещь, она простейшая, я удивляюсь, почему её в магазинах не продают, её по идее надо иметь как элементарную вещь такую вот. Сколько, когда, простите, когда вы сделали этот прибор? Ну, где-то вот для лекции я сделал в 10-м году, то есть 12 лет назад прибор. Вот, я нашёл этот вот в своих загашниках реле времени для фотопечати, выпуск где-то там 72-го, 73-го года, он валялся никому не нужным, алюминиевый корпус тяжёлый такой, литьё мощное, лопки там всякие, вот, всё это дело было переделано, предпечатник поставили, и я сделал, вот, но я просто говорю о том, что я видел такой вот, выпускался серийно в Одессе в конце 80-х годов, вот, он и назывался Бион-1 назывался, может быть, он сейчас где-то сейчас есть, да, на руках, где-то там, на Авито, где-то, я просто советую, чтобы такой прибор, если человек хочет замерять примерно своё, там не будет в годах, это в годах, это я шкалу сделал, в годах, логоэктическую, там, по-моему, она просто в микроамперах стрелка, хотя, может быть, и в годах была уже сделана, есть, есть, ну, прекрасно, это очень здорово, ну, совсем недавно, совсем недавно появились такие весы, несколько лет, ещё нету, десяти лет, появились весы, когда человек встаёт, и я думаю, что это вот по-вашему как раз, да, а, две ноги ставятся ноги, да, 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 без разницы, руки, ноги, да, две ноги будет точно так же работать, вода, костная масса, мышечная масса, внутренний жир, внешний жир, биологический возраст показывает, показывает вот эти... Прекрасно, прекрасно, это прекрасно, значит, здесь есть одна, как сказать, одна хитрость, в цепи вот этих вот вещей должно быть как можно меньше химических элементов, чем больше химических элементов, тем больше они забивают, это все еще Рейхард Холь сказал в 50-х годах 20-го века, когда он придумал вот эту диагностику, чем проще прибор, тем меньше в нем зашумлений, чем больше там разных деталей, тем больше эти детали могут заблокировать информацию о таком же металле, о таком же химическом элементе в человеке, поэтому электронные сложные вещи, допустим, это можно сейчас взять, он сотовый телефон какой-нибудь вот взять к нему вот этот вот самый разъемчик микро-USB или там Type-C или что-то, два провода взять и в принципе ничего не мешает сделать вот из любого сотового телефона вот такую штуку вот, причем будет красиво по шкале, там все это мерить, но в этом телефоне так много всяких деталей, так много всяких иний, что точность будет слабенькая, я-то уже придумал, что можно сделать это как отдельную прямочечку такую, где все будет делать, а там будет только сниматься сигналы и все, то есть вот этот прибор можно сделать как прямочку такую, но это чуть будущее, но это вещь очень полезная, она полезная всем, потому что всех, как правило, это интересует, поэтому можно сделать это в качестве такого USB-модуля, который возьмется в этот телефон и взял в руки и на телефоне программку скачал обычно, ну то есть это впереди немножко, просто скачаете и все, и у вас появится такой измеритель биологического возраста или кто-то будет называться там BION супер или там что-нибудь, это вот такая диагностика, значит, это общая диагностика, вот я вам рассказал про общую диагностику, значит, диагностика более точная, более старая, фотоцеренхардафолия, да, здесь вот мне интересно в данном случае диагностика ножье, ножье, который аурикулярную диагностику поднял на щит, то есть, я вам рассказывал в прошлый раз, и вот по этому поводу вот в Китае продается муляшик, да, вот такой муляш там разные, вот такой муляш вот с точечками, вот, но мне даже сейчас не столько, вот это вот по по фолию, вот, диагностика фолия здесь очень хорошо представлена, точечки видны, вот из них те, которые фолия используют по геридианам, помните, я вам говорил про, когда мы про чакры говорили, да, чакровые, я вот еще раз, чтобы народ усвоил эту идею, что у нас сегодня в нашей цивилизации как бы официально признанно эксплуатируется семь чакров, помните, от Муладхары до Сахасрары, семь чакров, семь чакров, но это примерно как семь нот в нашей вот нотном стане, но в нашем нотном стане еще есть, помните, черные клавиши, да, еще пять черных клавиш, то есть в сумме получается как бы 12, 12, 12, ну, всего, но, вот в человеке вот каждому вот этому звуку, а я вам, по-моему, говорил уже, что от до 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 частота удваивается, и мы с вами вот по нашему слуху по пяти октавам там нормально бегаем, пять, шесть октав, ну, вряд ли кто там семь октав, вот, но это все гармонические вещи, и человек, как правило, перепрыгивает с одной октавы на другую, вот, до, 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 вот так вот раз, и, а дальше, ну, кто-то может, ну, мы все примерно люди в одной вот октаве, первая октава, все, на первой октаве мы с вами, да, не контракт, и вот в этой, в этих октавах, вот эти полутона, то есть 12, они в нас также сфиксированы в виде 12 каналов, по которым циркулируют семь чакр, энергетика семи чакр, 12 парных каналов, но один канал не парный, это тройный обогреватель, который появится в последнюю очередь у этих теплокровных, вот он самый яснимый, он и называется три части туловища или тройной обогреватель, вот передний серединный, задний серединный вариант, это вот тройной, три части туловища, и вот он, заметьте, из-за того, что он не парный, он не дублируется, он легче всего поражается, потому что его можно поразить легче всего тем, что он один, а он как раз иммунитет, то есть иммунитет и обогреватель, то есть первое, чем мы болеемся, это насморк и простуды, простуда, это разбаланс вот этого одиночного, и вот заметьте, что на этом разбалансе построено большое количество и вот этого биологического оружия, потому что оно все, вирусы бьют этот вот тройной обогреватель, отсюда начинается развиваться, дальше найдет либо на кишечнику, бьют иммунитет, либо на легкие, но это уже вариации, как уже там придумывают эти вот злодеи, которые что-то там выдумывают, но оно взято из природы, то есть в природе все теплокровные болеют простудами, вот самое главное, вот здесь вот эти 12 каналов, вот это очень важная вещь, они могут быть подняты на более высокий уровень и опущены на более низкий уровень, вот и в этом отношении очень важное гармонизирующим дело является произведение признанных музыкальных авторов, ну допустим тот же Наш Чайковский, Бах, Бетховен, то есть люди, для которых которые прочувствовали это, они эту всю теорию не знали, они не рассказывали, вот частота там 332 Гц, или 440 Гц, не было этого, вот, Герц вообще-то да может не жил еще, который вот эти частоты все разошли, сколько колебаний в одну секунду, а секунды этого столько, в общем, если влазить во французские эти меры высок, ну это система СИ, она узаконена, законена французская система СИ, мы не говорим ангельскую, там у них дюймы, да, а у этих вот, у китайцев Цуни, там, вот, цуфальчик дюйм, вот, в общем, это все человеку привязано, и вот сегодня мы пользуемся тем, что уже есть, вот, раз оно есть, значит, мы можем этим всем пользоваться, и вот, если у нас вот здесь ухо, вот видите, я специально перевернул его, да, то показать человека, вот, голова, заметьте, вот хвост, видите, хвост, хвост, когда, ну, допустим, собака пугается, хвост поджимает, вот так, раз, у него хвост поджат, а когда она идет на какое-то свое сборище, наделась, чтобы показать, оно у нее разворачивается, и вот он торчит еще, да, сверху, как плач, но только она испугалась, он опять раз, и кокон, уходит в кокон, вот, поэтому вот здесь все хорошо видно, голова, глаз, нос, вот такой, видите, длинный нос такой, да, вот плечо, рука, вот видно, как рука лежит здесь, да, спина, вот этот, как раз, вот эта диагностика, она является самой предпочительной, вот я, если я возьму, допустим, диагностику фоля, фоля на катане, так скажем, вот, то самый вот прибор, который может измерить, вот это самое, то, что мерил Бион, да, только замерить, уже дифференцированно по органам, по чакрам, по органам, вот, я сделал примерно такой же прибор, как рекомендовал даже не фоль, а японис на катане, видите, вот микроамперовский приборчик, да, 200 микроампер шкала, это классика его, вот, 200 микроампер, он рекомендовал брать 12 вольт, 12 вольт, видно, вот, у меня вот здесь идет, видно, сзади батареечка, вот видите, опять, это прибор, я вытащил из прибора из нормального, для, для таможенников, для перевозки, для перевозки, я вот так вот сделал, что, ну, возьмите, ну, возьмите его, ну, откройте, вот, возьмите, откройте, вот этот прибор, и посмотрите, что в нем, вот, вот, ничего тут нет, и закройте, опять, дайте мне его назад, и я полетел дальше, чтобы все видели, вот, поэтому сделала в такой скорбутке, ну, с другой стороны, еще и не бьется, амортизирует, вот, здесь только батарейка, и вот, вот здесь есть один общий электрод, и есть электрод второй, который может быть тонкий, либо может быть толстый, вот, толстый электрод, это, если мы будем по системе накатания мерить по респрезентативным точкам на теле человека, то есть, накатание выяснил, что надо, во-первых, сделать удобно, чтобы людям было удобно эти точки мерить, не раздевать его все и на кушетке померить, а чтобы можно было померить, вот он взял, здесь раз, два, три точки, здесь еще 4, 5, 6, 6 и 6, получается 12 точек, и также по 3 точки на ноге, вот, и с одной стороны, и с другой стороны, вот, и получилось там 24 точки, то есть 24 точки, которые, под которые он нашел соотношение проводимости точек, вот этих вот, по отношению к руке, допустим, вот на общий электрот, чтобы в руке держать, и он эту всю технологию вынес на суд людей еще 60 лет назад, вот, и эта технология, вот сюда вставляется ваточка, где-то у меня тут, ну ладно, короче, это не суть важно, в общем, вставляется влажная ватка, подсоленная физраствором, вот, если я вот в этой руке держу, то я вот в этой руке вот начинаю делать точку, одна, первая точка, вторая точка, третья точка, сзади четвертая, пятая, шестая, ну и так далее, я, после этого, картина вся, расписывается, как на катании сказал, и можно определить соотношение, даже болезни, тогда, была сделана большая работа, когда появились компьютеры, и вся эта вот его, вся эта книга его по расшифровке, она вся внесена в программу компьютера, и сегодня эта система на катании, она великолепна, она у меня есть, я ее приобрел еще там 25 лет назад, 25 лет назад у меня уже была эта система на компьютере, очень удобно, рисуется сразу человечек, рисуется, записывается его заболевание, заболевание текущее, не заболевание, а состояние текущее, развитие ситуации на будущее, если ничего не делать, то есть дается срез такой, это очень хорошая диагностика, вот эту диагностику на катании, переделали под диагностику фолио, и стали делать вот так же точно, вот допустим, я держу и прикасаюсь, вот эта вот ватка с этим, с водой, она не нужна там, потому что точки маленькие, остается маленький вот электродик такой, хрестящий, вот он зашлифован, и мы прикасаемся к точкам, которые у нас вот на этой вот науке являются диагностическими для данных органов, и вы просто смотрите по стрелочному прибору, сначала стрелочный прибор замыкается между собой, вот так вот, допустим, вот я сейчас замкну, вот посмотрите на стрелочку, вот я замкну между собой, видите, вот он показывает, показывает полностью, полная шкала, да, вот, а если я буду эти точки делать себе, там науке или где-то, то он будет показывать что-то среднее, вот, вот на катании, также сделал технологию, чтобы нормальное состояние органа показывало половиночку шкалы, поэтому тот взял 200 микрампер, видите, не 100, не 50, не сколько, то 200 микрампер, при напряжении батарейки 12 вольт, но у него сначала был просто автомобильный аккумулятор, оттуда вот эти цифры все берут 12 вольт, ну нету чего-то ничего, но автомобильный аккумулятор взял, прицепил, и на автомобильном аккумуляторе это все дело делал. У меня здесь тоже 12 вольтовая батарейка стоит, только не с автомобильного аккумулятора, раз этого, секретки автомобиля, с этого маленького, тоненького. Там токи же, видите, микро, не мили, не амперы, а миллионные доли. Поэтому это как раз те нагрузки, которые эти батареечки достаточно, вот у меня годами будет работать, здесь поставил и забыл про нее. Она есть. И когда замыкаешь, вот проверяешь, она целая, батареечка целая, значит дальше делается половина. Если половина, это значит воды в этом органе ровно столько, сколько надо. Помните, как меряют уровень воды в аккумуляторе? Раз туда, сколько там воды? Да, да, да. Здесь воды, вот и хорошо. Щуп, по-моему, щуп. Вот это тот самый щуп, только уже для органов человека. Великолепно все работает, на самом деле прекрасно работает. Если надо по всему телу еще проверить, можно вот эту штучку поставить сюда, курунбочку с этим пизоствором сделать, вот соединительную с собой. Вот здесь у меня есть колесико, вот видите, такое маленькое колесико, да? Кручечка такая вот. Да, 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 да. Вот, я ее, она в цепи стоит, я ее кручу-кручу, чтобы стрелочка стала ровно 200, ну, чтобы полная шкала была. Все, она замкнулась, все. Дальше пол шкалы идеально, если полная шкала, это значит пожар, то есть горит. То есть в этом месте у человека суперпроводимость, там воспалительный процесс идет, что очень серьезное. Если вообще ничего почти не показывает, значит в этом процессе сильный инсиндром, инсиндром. А инсиндром это серьезная вещь. Вот, это показывает, что там орган убит, а если он убит, значит там может прицепиться любая болячка вплоть до онкологии. Вот, а если человек устарший, очень такой симптом, который тоже расписал в свое время на катании, он назвал это словом падение стрелки. То есть вы ставите на эту почечку, да, и он сразу показывает, о, хорошо. А потом стрелка начинает падать, 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 и это останавливается. И вот это вот дельта падения стрелки очень о многом говорит. Это есть такое понятие пленка благополучия, да. Все говорит, да я здоров, все нормально. Вот я сейчас, вон он, автобус сейчас уходит, я сейчас его догоню. Он быстро пробегает, автобус забегает, и так, ну догнал. А если автобус чуть подальше, он не догонит, если у него пленка благополучия только. То есть у него есть совсем немножко энергии во всех органах. Вроде как хорошо, здоров, здоров. Ну то есть поэтому есть тест велотренажер, помните, велергометр. Вот столько-то надо накатать километров или метров там, километров, а после этого померяем. Поняли? Вот это вот важно. И вот здесь вот это падение стрелки великолепно показывает сразу. Не надо километры. Прикоснулся к этому органу. Если орган нормальный, раз показал, стрелка стоит. Значит человек просто идеальный космонавт. Вот. Есть люди со спящей энергетикой. Мы точечку ставим, а стрелка вроде бы медленно так начинает идти. Идет, идет, идет и где-то останавливается. Это говорит о том, что спящий орган. Это не страшно, это хорошо. Это значит, что он есть запас. Запас. Запас есть. Это стайеры, люди стайеры. Не спринтеры, как вот это вот, где падает стрелка. А стайеры. Это очень тоже здорово. Вот. И потом спящего всегда можно разбудить. Спящего можно разбудить с помощью стресса. Стресс есть все, мгновенно все. А знаете, что первое разбуживает это все? Кофа. Обыкновенная кофа. Утречком раз, сразу все закипело. Вот. Насколько закипело, насколько здоровье позволяет. Но. Это говорят, что кофа в общем-то не вредна. Если желудок тянет, не ждет эта кофа. То есть человек концентрацию соблюдает правильную. Не увлекается, то очень здорово утром выпить кофе. Или этот самый кофе, допустим, чай. Ну, у кого как. Хоть чай. Я, например, кофе утром не люблю пить. Мне оно не нравится. А вот чай, оно, чай дает по сравнению с кофе, более быстрый спресс. Чай дает быстрый спресс. А кофе дает спресс пролонгированный. Допустим, чай срабатывает в течение 10 минут, 15, и все. И так же быстро заканчивается эффект чая. Вот. А кофе дает эффект постепенно. Сильнее, сильнее, сильнее. Может дать на 3, 4, 5 часов. Это, чтобы вы понимали. В отличие от чая кофе. И то тоник, и то тоник. Если вам нужно в компании побеседовать на улице, вы пришли по пироженке съесть, то выпейте чаю хорошего. Вы тут же побеседуете, все нормально разошлись. И у вас организм успокоится, вас не будет. Если вы пришли и выпили кофе, вы еще пока сидите, то мы ушли уже, разошлись, не разговаривайте, а у вас только начинается пресс, стресс, и вы не знаете, куда эту энергию девать. То тогда, значит, кофе не годится. Ну, кофе годится для нормального подзавода своего собственного, чтобы вы могли подзавестись надолго. Некоторые говорят, я еще на вечер часто чаю кофе. А для чего? Вот это бестолковка. Потому что кофе сжигает энергию. То есть он переводит организм в более жидкостное состояние. Он выбирает, сахар топится, сахар сгорает, образуется вода, углекислый газ, сахар переводится в спирт. Кстати, на этом на спирте работает мозг. Почему алкоголики не могут остановиться, если они уже не могут сжигать сахар на спирт? Они просто чистый спирт вырушат. При этом что происходит? Милиновые оболочки аксонов, вот этих нервных окончаний, симмонсоаксонной связи, которые у нас работают. Там они в нормальном состоянии 80 милливольт, чтобы передался сигнал от одного к другому. А после того, как если будут сожженные вот эти вот изоляторы, то есть милиновая оболочка этих нервных окончаний, то, во-первых, этого сигнала недостаточно для передачи. Человек становится ну, кто-то тупеет, как мы говорим. То есть он трудно понимает. Начинается деменция. Начинается слабоумие. А в то же время, во время стресса замеряли люди. Я не замерял, но я просто прочитал об этом научные работы, что импульс не 80 милливольт стандартно работает, а 200 милливольт. То есть импульс страха, взрыв какой-то там, что-то такое особо опасное, оно дает почти 200 милливольт. Если те органы, которые с трудом, те сигналы, те алгоритмы под программой, которые были с трудом, срабатывают, то при этом моменте они все срабатывают. С большой скоростью, моментально все-все работает. Вот это называется адреналин. Вот. Он дает вот этот выброс. А когда энергетика истощается, включается норадреналин, который полностью человек гасит. Гасит, и у человека получается, как мы говорим, абстинентный синдром. То есть он полностью выключен. И вот тогда вот эти приборы ничего не показывают. И то же самое я могу сказать, что возраст, допустим, 75 лет, дальше, если человек идет в спокойный, размерный образ жизни, прибор ему покажет вот на приборе Бион. на приборе Бион покажет там 200 лет, 300 лет может показать. Вот. Это плохой синдром. Плохой синдром, что человек усыхает. Это большая опасность. И это конец жизни. То есть ему жить осталось немножко. Если он в таком состоянии находится, значит, он усыхает, усыхает. Но никто же не мешает размочить это все дело. Понимаете? Да, да, да. То есть восстановить человека. Не просто, что положить его в ванну с водой, и он разбохнет. Нет. Это надо, чтобы у него восстановились, во-первых, прошла чистка сосудов. Вот. Это технология. Чистка сосудов. Опять же таки, очень много влиятельных, скажем так, богатых, успешных людей погибло от экстренной чистки сосудов. Вот буквально на днях Моисеев Борис, там под ним, помните? На слуху все это. Вот у него гипертония, вот у него, мы взяли, как там его дама говорит, взяли самое лучшее лекарство, самое мощное. Как они говорят, не пейте никакие там гипотензивные, вот берите вот. Так вот, я, в общем, короче, большое количество людей серьезных. Я даже предупреждал, говорю, не надо вам лечиться промывкой сосудов экстренной, потому что быстрая промывка сосудов от холестерина в бляшек грозит тому, что отрывается эта бляшка, потом она в сердце, потом у нее инфаркт, неокаркт и так далее, обширный инфаркт и так далее, и так далее. Погибают люди, причем, перебете, мне хвастать. Я вот такое купил, вот это вот супер, голландский, нидерландский, какой-то немецкий, еще какой-то, в общем, заграничное, что-то такое заграничное, вот это вот супер, вот сейчас голова будет свежая, ну да, если по чуть-чуть, по микродозе, по микродозе, нет, я пойду, сейчас мне промоют, все поставят, да, 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 вот, просто, ну, на уровне руководства, городского, там, прошлые годы, товарищи, знакомые, хорошие, руководители, все нормально, я уже все сделал, вообще промыл, это вот я всем говорю, аккуратно, аккуратно, если вы уже в возрасте, если вы захолестерилились, ничего не делайте, не дергайтесь, вот, прибор показывает, что у вас там 150 лет, нельзя сразу же ложиться на капельницу и промывать, сразу же все промыть, можно так промыть, что потом мало не покажется, как этот человек, вот, из того, как мы знакомы, все, я нормально, сейчас со мной машина уже едет, сработает, меня вот костюм везут, привезли костюм, да, он их костюм одевает, так, быстро в реанимацию, и не вытащили, вот, то же самое, просто, вот, оторвался тром, поэтому, костюм, костюм везли, к тому случаю, к которому, да, нет, но костюм везли рабочий, рабочий, галстучком, вот, он надел костюм, и вот в этом костюме он и остался, попал, здесь вопрос в том, чтобы питание было, вот, помните фраза такая, надо человеку поехать на воды, там, старинная фраза, там, допустим, 19 века, 20 века, поехать на воды, попить води, вот, вот это оно, человек просто идет на бювет, какой-нибудь там, Железноводский, Сердюхи, там, Безрази, Безрази, Пятигорск, вот, еще куда-то, вот, и пьет воду, пьет воду, и вода методично, постепенно, горячий ключ, вот осталось там, сам везет, 104 источник, 58 и 21, сейчас ободаренный, 21 как раз серная кислота, по сервису вода, по сервису вода, не множество стаканчиков, поэтому в бювете там, 20 краников, там, 58, 20, 104, и в индето краник, 21, вот, поэтому осторожно с ним, возле краника, рядом стрелка, то ли 200 метров, то ли 300 метров, чтобы успели приближать, вот, но важно то, что, вот, все зависят от того, что в человеке находится, у него, камни эти, вот, бляшки внутри, кислотного свойства, либо щелочного, понимаете, вот, просто два, два типа, два типа, конечно, врачи могут сказать, надо смотреть, ураты, фосфаты, оксалаты, там, три, даже, мы возьмем упрощенно, в человеке два типа, может быть, выпадать камни, щелочные, человек больше сам щелочной, или он больше кислотный, вот, то есть, если в человеке кислотные камни, значит, распорядить, надо щелочной, правильно, помните, как это называлось, песентуки, четыре, да, а если в человеке, щелочные, внутри образования, то песентуки шли, там, семнадцать, песентуки, семнадцать, кислые, это как пятьдесят восьмая вода, горячего ключа, и семнадцать четыре, это как сточетвертая вода, допустим, горячего ключа, стоит вот это, насторождение, вот, а если совсем человек, вот, чтобы, уже так его продернуло, то есть, это его сам решает, он может налить себе, так, двадцать первой воды, потихонечку выпить, и, вот, там у него включаются, защитные функции, это уже чисто кишечника, не столько сосудов, сколько кишечника, кишечник моется, по страшной силе, печенка моется при этом, вот, вот, но этот вопрос о том, что вот такая, я когда диагностирую, уже можно определить, что человеку надо, я хотел вам еще одну диагностику показать, я ее использую уже больше десяти лет, я тогда приобрел этот все в десятом году, вот этот, из серии диаденсов, вот, у него слово диаденс, персональный компьютер, ТК, вот у него есть электродик, заметьте, очень интересная у него форма электродика, видите, у него серединный электродик, и вокруг общий электродик, да, маленького размера, для чего, а вот для этого же самого, чтобы по ушам, можно было точечки и померить, с другой стороны, разъемчик подключался к компьютеру, но это уже устаревшая модель, поэтому здесь, видите, этот разъем, который подключался к компьютерам тех времен, восьмого года, там седьмого года, ну, более старенький, вот, и, тем не менее, великолепная программа работала, и по точкам он показывает, какую точку следующую, он вот прямо на этой картинке показывает, вот эту точку, и так делать, вот эту точку, и так делать, вот эту точку, вот эту точку, вот эту точку, потом это все по стрелочке, стрелка на весь экран, вот такую сейчас стрелка, и раз, 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 и показывает дальше диагностику по всем группам органов, вот так что вот это россия выпускала наша не фоль у нас называется здесь есть фоль это фоль по точкам по точкам вот на теле и есть биорепер это по точкам на ухе по точкам снимается потенциал на технологии если они будут создавать это подобное важно что что диагностики всякие есть официальные и теперь я еще хочу показать еще одну диагностику вот я купил этот аппарат советского производства вот написано реки аксон 02 02 вот был аксон аксон 01 90 году я зашел посмотрел прибор посмотрел данный мой прибор аури который я сделал который выставлялся годом раньше 1 днкс павильоне космос и это примерно аналог того прибора то есть это нейрочастотный сканер с биологической обратной связью то есть он регулирует ток зависимости от проводимости канала то есть если вот здесь вот на вот этой шкале допустим показывает чуть-чуть немножко мы не можем вот отключаем эту точку вот этот прибор аксон он подает туда пакеты импульсов похожих на и которые в организме идут родственные пачки и постепенно это сопротивление вот этой точки то есть канал включается жидкость улучается там проводимых получается и канал идет 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 и доходит до серединки примерно и в этот момент этот прибор говорит норма и отключается у него выключается звук выключается лампочка говорит все цель достигнута представили какая удобная вещь то есть это автомат автоматический прибор вот его включаем я даже его могу вам включить я его все годы регулярно ремонтирую стараюсь чтобы он у меня был исправен вот сначала загорается на третий один одна лампочка загорается в начале до лампочка загорается когда проводимость появляется нормальная возникает звук появляется звук вот пошел звук перешла ведь это уже уже исправность и если достаточно он сам выключится этот аппарат ждем вот он должен выключиться если там все хорошо у меня проводимости хватает видите звук идет 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 выключился то эту точку больше трогать не надо переходим в следующий которые проблемы выяснились по диагностике допустим по любой вернуть вплоть до визуальной визуальная диагностика я если не рассказывал я еще раз повторю вы можете сделать фотографию своего уха заселки вот потом посмотреть его на экране поделать полазить и вы увидите некоторые точки какую-то точечку допустим давайте пример покажу вот пример вот вот эта точка это точка сердца до тогда ну легкого это другого люка вот вот допустим точка сердца нормальная точка лёгко нормальная а вот эта точка красного цвета вокруг белый ободок воспаление в этом легком сразу показывают вот вы можете на нём надавить на эту точку и и . испугается То есть эта точка, как испугается, она, во-первых, болезненная станет, во-вторых, вы даже можете закашляться в этот момент. Вот это я замечал уже. То есть воздействие на соответствующую точку вызывает сразу же, здесь вот смотрите, получается, 15 сантиметров до центра мозга, оттуда сразу распределяется по своим делам. Вот здесь как будто пакет, пакет этих вот проводов, которые заходят в мозг и расходятся, то есть этот эмбрион, этот вот тип человека самого, это форма биополя человека в науке, одна из форм поля. Вот поэтому туда приходит и идет соответствующий орган. Поэтому получается, что это и дисплей, и тачпад, то есть нормальный сегодняшний сотовый телефон, который дисплей – это матрица, а с техникой клеим тачпад, чтобы можно было пальцем или там чем-то лазить, правильно? Вот ухо уже у человека есть, дисплей, тачпад полностью, со всеми точками, полностью. Вот дальше теперь нужна инструкция эксплуатации. Владимир Николаевич, смотрите, я хотела вот что спросить. Я так понимаю, что те счастливчики, которые проживают в Сочи, они могут к вам обратиться, в принципе, за диагностикой, да? А вот вы диагностируете, вы помогаете людям? Ну, понимаете, это же, если это приборная диагностика, то это не должен быть прибор, если это приборная диагностика. А если они к вам, допустим, обращаются? Визуальная диагностика? Ну, по визуальной диагностике не могу что подсказать. Но человек сам должен… Вот знаете, у человека так заустроена система, что если он хочет… Вот не дух, заметьте, а душа его, автоматика, она хочет подремонтировать что-то, сейчас берет пальцы, что-то чешет, да? Но дух может спросить, стоп-стоп-стоп, ты там не чешешь, ну-ка, 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 что ты там… Давай здесь у меня чесалось-то, вот. Ну-ка, я посмотрел, потом взял вот эту картинку, ну вот, у меня вот к этому диагностику, к этому приборчику, да, инструкция. Я вот тут открою сейчас вот эту самую картинку, открою, да? Он там смотрел, он смотрел какую точку, он смотрел вот эту вот точечку, он смотрел, вот эту, да, допустим, о которой мы сейчас говорим, да? Посмотрим здесь, точка сердца, о, значит, что тут было в сердце, что-то непорядок, да? Или там точка, ну, в общем, точек-то тут полно, вот. И вот хотя бы так, вот, по вот такой вот методике, здесь там дальше уже, конечно, смотрите, расписывается подробно, вот, вот, это группа органов по чакрам. Дальше берет уже расписывается по чакрам, по чакрам расписывается. Конечно, я могу, может быть, что-то увижу, но некоторые точки не проявляются без нажатия. То есть, вот, смотрите, я, допустим, веду вот так вот, вот так веду рукой, у меня, вот, у меня на это путь, где я провожу рукой, вспыхивают красные точечки. Вот эти биоточки активные, в них в первую очередь вот приходят, и они красным вспыхают, потом все-таки розовое. А так вот я выдавливаю, допустим, веду, и здесь чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть точечки. Это как раз и есть диагностика. Некоторые точечки, вот они прям, вот эта точка стыкнет, вот эта точка стыкнет, вот, и я смотрю на человека, если он начинает привиться, больно, ага, а на другом участке здесь эта точка, а здесь не больно. Значит, поражена та зона, где есть вот эта вот, диагностируется, перепальтирование, болевая точка. Вот, так же можно по остальным, причем берется обыкновенная там ватная палочка, да, ну уже, если совсем грубо, то берется там этот самый вот такой вот щуп, вот, или там на совсем крайний случай шариковая ручка, но это уже плохо, потому что она может прокнуть. Просто вот ватная палочка, ватная палочка, раз, 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 ну спичкой перевернули, его просто проверили. Знаете, бывает так, что вот прикоснулся к точке легкого спичкой, чуть-чуть ее шевельнул, а там перхоть такая, и точка дырка стала. Я спичку убрал, а там дырка. Говорит о том, что серьезный старый бронхит, в этом месте уже пленка благополучия, но прикасаясь, она проваливалась. И так в любом органе. А если вокруг этого еще идет красная точка, белый ободок, а потом снова красный ободок, ну извините, это уже чуть ли не онкология, то есть это что-то там с такой серьезной сидит, которая закапсулировалась. И я видел это на многих людях уже, у которых это не ошибили, и они очень четко показывают, то есть это абсолютная стопроцентная достоверность. Это я могу гарантировать, потому что в протяжении там 30 лет я это дело вижу, эту диагностику. Ну дальше вопрос, кстати, если нет такой супер большой опасности, ну видно, что идет в остальном процессе, посмотрите, как это можно сделать. Ну, во-первых, вот этим прибором очень хорошо, да? Ну, вот такого типа прибора. Сделали эту точечку, она пробилась, она восстановилась, но и нужно пролонгировать. Вот оказалось, в медицине давно выпускаются вот такие магнитные клипсы. Это вот польская магнитная клипса, которая была куплена тоже 30 лет назад. Она осталась последняя, поломанная уже. Но они в магазине есть. У них здесь север-юг, написано плюс-минус. Так, поставили на ухо на эту точку. Она сама прижалась, и все. Два часа. Потом надо поменять ее, вытащить, перевернуть. Мы же не знаем изначально, куда поставить север, куда юг. Мы можем, по этому поводу, можно долго дискутировать. Вот на инста, север, короче, надо поменять это. Две часа в меридиане, вот эти 12 парк меридианов, идет энергия два часа. Поэтому через два часа она либо придет сюда, либо уйдет. То есть она поменяется. И желательно поменять полярность. Два часа так, два часа так. Нашел я недавно в интернете еще более простой способ, очень интересный. Сначала расскажу свой. Свой способ я придумал 35, почти 40 лет назад. Когда я занялся впервые вот этой вот диагностикой овекулярной, вот, и в этой книжке я прочитал книжку Табеевой, «Ливная официотерапия», хорошая такая, зеленая, просто книжка, там, 80-го года. Вот, что есть, как понятие, туботерапия, туботерапия. Тубики приклеивают. Вот эти тубики я разбил несколько подшипников, старые, не работающие. Такая кофемолка советская. Вот они шарики, приметил их на магнитик. Видите? Вот, они намагнитились, потому что это не стальные шарики. А что намагнитились? Какая там полярность, не важно. Но главное, что на крышечке из личной коробки я приклеил лейкопластырь и лезвием его нарезал на кубики. По 7 миллиметров там получим. Берется один, тубик отрывается, наклеивается на него шарик. Это дело стерилизуется, шарик берется руками в спирт, спиртовный, чтобы он был чистым-то обязательно, чтобы когда инфекцию не будет занести. И наклеивается на эту кучечку и закрывается. Видите, у меня даже лейкопластырь мог быть такой цветной. И потом вы в течение нескольких часов можете просто рукой нажимать, а он уже стоит на этом месте. Был случай такой, ну это был какой-нибудь год, 86-й примерно. Мой напарник, сотрудник получил квартиру, счастливый, лейк специально выключил, он 12 этажей. И он таскал эти вот вместе с грузчиками, таскали все вещи наверх. На следующий день он мне пришел, говорит, мне плохо, у меня сердце болит. Еще через день он вышел на работу, пришел, я посмотрел и увидел, как у него из точки сердца, вот прям с этой точки, кровь, текла кровь, ты расцарапал себе окон, говорит, как чесал на себя, что просто потекла кровь с этой точки, точка сердца, представляете, насколько серьезный вопрос был. Вот, и он, у него плоховато ему было, он говорит, ну я уже лекарство, вот это плю, вот это плю. Вот, я говорю, ну давай еще вот шарик берем, лекопластырь, проскликтовали, налепиваем тебе на эту точечку и походи. Он лепит, лепит, потом через час он ко мне подходит, говорит, а мне сердце не болит, может мне ничем лекарства не пить? Я говорю, так, это без меня. С врачами разговаривали, что врачи тебе сказали, мол, у тебя не болит сердце, не болит, а ну-ка снимай эту штуку. Он снимает, она полная кровью, вот эта вот липучечка вся, шарик из крови, протирай насухо, оставь пока так. Вот, то есть Сюбик дал очень интересный эффект, он простимулировал мощный проход, дренаж энергетики, который управляло сердцем, и он ему сердце поставил, но теперь ты проверь, а что у тебя с точками позвоночника? Это вот, если мы берем эту вот самую карту, значит, вот смотрите, вот это вот, перевернули я уже. Да. Это вот плечи, да, шея, плечи, и вот это идет, идут позвонки, вот это копчик. Вот здесь энергия копчика выходит вот сюда, вот этот энергетический копчик, вот это вот самый хвост собаки, как я говорю, да, хвост или мартышки. Вот, и вот у него как раз напротив сердца, напротив сердца, вот здесь точка красная и болезненная, представляете? Это иннервация сердца, вот, иннервация сердца, то есть с позвоночника выходит пакет проводов нервных, которые работают сердцем. Здесь нагрузка большая, я ему говорю дальше, вот теперь здесь пока что он не крови нет, ставь сюда шарик, ставим шарик сюда, заметьте, это понятие все не инвазивное, я это специально подчеркиваю. Как только появляется слово инвазивное, то есть протыкание кожи, на этом нужно иметь диплом и сертификат врача. Ну да, иглоукалывание, да. Игло, любое укалывание, здесь идет не укалывание, а прикосновение к коже. Поэтому вас даже юридически здесь не могут ничего лечить, потому что вы кожу не, хотя, заметьте, многие здесь пирсинги делают, вот, кстати, вот этот пирсинг, вот у кого вот это сердечные дела, сердце слабое, там какая-то сердечная недостаточность общего, рожденная, вот в этом месте прокалывают, помните, вот здесь пирсинг висит такая сережечка. Но многие делают это необдуманно, куда как Бог пошел, а я хочу вот здесь делать. То есть, заметьте, все эти пирсинги, пирси очень даже серьезные. Нельзя так просто, вот, бухты-барахты делать это все. Но иногда это является спасением. Если у человека, как вот у моего одного знакомого, после штанги болит поясница много лет уже. Вот, я сам им посоветовал, что вот здесь вот, вот эта зона, вот, представляете, зона поясницы, зона, пояснично-корестцовая зона. Вот в этой пояснично-корестцовой зоне вот здесь поставить сережечку. Причем какую сережечку? У него там недостаточность, если там болит, оно само показывает. Вот, если эта точка показывает по диагностике очень малые показатели все время, значит, у него там уже давнишняя хроническая болячка. Застаревая. Сережку надо ставить стимулирующую. Стимулирует у нас золото. Значит, золотая должна быть. Если там воспалительный процесс в этом месте постоянно идет, его надо снимать этот процесс, то можно здесь сережку поставить или гвоздик серебряный. Серебро сбивает это все дело. Для стимуляции обычной, вот такой неправильной стимуляции, это цирконий поставить и все. Цирконий абсолютно безвреден, является мягким стимулятором. Он будет стимулировать, если вы просто рукой немножко это возьмете. А теперь перехожу к тому, что я увидел на Авито, на Авито, так скажем, на Али-Баба-Экспрессе. Вот увидел эту вещь, она мне понравилась, я купил. Мне прислали. Такая удобная штука. Можно этот пельсинок и не делать на самом деле. А просто вот купить за 150 рублей, сколько она там стоит. Какие-то, короче. И смотрите, сколько их штучек. Мы вот одну штучечку снимаем. Они есть цветные, есть большие. Вот если можно... Точечка маленькая, вы можете маленькую взять. Если точечка большая, то у них есть большого размера. Они магнитные, да? У них магнитик. Точно. Вот магнитик, который мы ставим сзади уха, а сюда мы ставим эту штучечку. И все. Вот она тут держится. Видите? Вот я сейчас попробую себе поставить на точку зрения, допустим. Точка зрения. Вот он магнитик. Сейчас выберу. Вот. Магнитик я сейчас попробую поставить с той стороны, а эту штучку с этой стороны. И посмотрим, как она будет держаться. О! Красавчик? Да. Ну, видите? Да. Вот точка зрения, где она здесь вот. Вот она в данном случае. Вот здесь. Вот. Вот она вот в этом районе. Вот эта вот точка глаз. Чтобы глазки были стели. Если вот я на компьютере сижу, и теперь я еще и нажимать могу вот так вот ее. О! Видишь? Даже такая вот произошла какая-то. Попокную крючка. Вот. Из третьей чакры. Из третьей чакры. Это какая-то третья. Это не третья чакра. Нет, нет, нет. У вас изнутри… Выхлоп. Выхлоп третий, да. Да. Изнутри. Это индикация, что сверху энергетика шла снизу, и здесь она на желудке шпакивается. Она дает… Вы знаете, в крии-йоге третью чакру называют мастер зрения. Ну, вот видите, мастер зрения я этого не знал, потому что я не занимался. Но я хочу сказать, что прежде чем их поставить, нужно пальцами, ногтями эту точку или эту точку. Какая будет более болезненная, только на ту и ставить. Чтобы не перекрашивать еще больше перекос. Вот. Это практика. Вот. Я сейчас поставил просто так, наугад. Я сниму ее. Вот. Можно ее подержать, как я говорю, два часа, а потом перевернуть бриллиантиком с той стороны, а этой магнитиком с этой стороны. Чтобы не перемагнитить в случае чего. И одинаковое время подержать. Ну, или какое-то время вы сами почувствуете. Если вы почувствуете, что что-то начало тянуть, что-то стало неудобно, и снимать надмедленно. Понятно. Но когда вы делаете на любом из органов, и у вас должно, знаете, какой эффект, вот, легкость дыхания. Вот вы поставили какую-то точечку, и так, пошла зевота, пошло расслабон, и вы чувствуете, что это оно было, оно. И оно какое-то время будет идти, а потом оно будет, вроде как бы, про нее забыли, а потом что-то вы ее снимаете. Сразу надо снимать. Понимаете? Сразу надо снимать. Вот это вот. Это говорит о том, что организм больше не хочет там это видеть. Это так же самое, как снятие избыточной энергетики с головы с помощью монет. Это для своей лаборатории, вот этой вот телемеханики в начале 80-х годов, когда он в тростях работал, вот, и мы экспериментировали. Мы выяснили, что вот монеты советские, одна копейка, две копейки, три копейки, пять копеек, да? Называется токи фуков. То есть, если голова болит, то мы выходили на открытую часть АРУ, называется, подстанции, там напряжение 110 тысяч вольт, 220 тысяч вольт, там ужас, что искрит волосы, искрится. Птицы не могут садиться на эти провода, с зонтиком нельзя выйти, тебя будет бить током. Вот, голова вот такая становится, и надо как-то эту голову разрядить. Мы это еще придумали шапочку такую вот из металла, вот, с пальцом, крест, и потрепали. Глазбон, это всекундное дело, дело из какого-то старого разбитого тенистопа, там внутри наматывается полоса такая, для того, чтобы не разорвало. Это все мусорки валяется, вот эту ленту металлическую. Дали, сделали эту шапочку. Шапочка хорошо снимает, защищает, можно с ней выходить на открытую часть, и высокое напряжение, где вот этот вот порт. Но потом она тоже начинает давить голову, и нужно вовремя снять, потому что она замыкает собственные поля. А вот монеты оказались очень интересные. Допустим, вот монета, ну равная, там, допустим, копейке, да, она вот держится, приклеивается и держится. Ну, сейчас это вот, здесь турбулентно сидит. Вот, двухкопеечная монета советская, она держится столько, сколько надо, и потом отвалится. Копейка может оставаться долго-придолго приклеена, даже от нормальных полей, которые ваши поля. Вот. Однушка отваливается, трешка отваливается раньше, чем надо, и пятикопеечная отваливается очень быстро. Вот. Поэтому, вот, поэтому оптимальной оказалась монетка. Каждый человек может себе подобрать из тех монет, которые сегодня есть, для того, чтобы головную боль, вот головная боль, вот здесь вот болит что-то. Вот, предложил эту монету, вот она не болит, голова потихоньку перестает болеть. Но, если монета маленькая будет, она будет дальше сделать свое дело, и дальше будет разряжать вашу энергетику. Ну, надо это. Поэтому монета нужно чуть побольше. Если монета отвалилась позже, раньше, чем надо, значит она тяжеловатая, понимаете? Поэтому, ну, из советских монет, двухкопеечная монета была прекрасна. А из сегодняшнего монета, пусть человек оптимальным путем подберет ту монету, которая на нем не будет держаться беспереливно. Он будет ходить с ней в несколько часов. Эффект должен произойти в течение получаса, 20 минут, 15 минут. И голова должна быть свежая. Монет можно цеплять несколько. Вот это вам металлолечение. Это не инвазивные методы. Пожалуйста, можно этим не монеты, можно иметь такие шайбы. Обыкновенные шайбы. Вот, медные. Медные, латунные, хронированные, без разницы. Ну, разного размера и подобрать. Каждый себе может подобрать. В принципе, я могу еще долго разговаривать. Но я посмотрел, что я уже разговариваю 18 часов, 20 минут. Нет, это очень хорошо на самом деле. Здесь есть вопрос в чате. Сейчас, секундочку. Смотрите. Вот у нас вопрос. Где можно взять картинки всех точек уха? Значит, вы заходите в любой вот, ну, в любую спрашивалку интернета и спрашиваете, аурикулярная диагностика? Аурикулярная диагностика. Все. Аурикулярная диагностика. Еще вопрос. Аура, аура, аурикулярная терапия. Аурикулярная диагностика терапии. Море просто, фейерверк этих вот всех систем. Но, заметьте, вот я даже сейчас вам просто для интереса. Вот посмотрите. Это вот европейские точки, да? А это китайские. Вы замечаете, что они не сильно совпадают. Где-то совпадают, а где-то не совпадают, да? Видите, по-другому немножко располагаются. Да, я это заметила. Это вот Ножье. Допустим, Франция, да? А это Китай. У Китая своя технология, у Франции своя технология. Поэтому берите какую-нибудь, которая вам понравится больше. В зависимости от того, какой человек. Азиат, он, у которого 5 нот. Европеец. Или европеец, которая 7 нот. Вот. Для 5 нот больше подходит, скорее всего, вот этот вот. Ну, ляжет такого типа. И рисунки китайские. Ну, дай бог, чтобы они были с переводом. Они же будут у вас с иероглифами. Что вы там поймете? Вот. Поэтому, как правило, вот. Поль Ножье. А, тогда давайте еще скажу, давайте так скажем. Значит. Фома Григорьевич Фортнов. Электропунктура рефлексотерапии. Вот. Запомнили? Прослушайте. Возьмите, посмотрите эту книжку. Дальше. Дуринян. Ауэкулярная терапия. Дуринян. Дуринян? Дуринян, да. Это все советский автор. Советский автор. Фортнов. Это советский автор. Вот. Дуринян. Это все я говорю про 80-е годы. 90-е. Вот. Ну, первый я видел вот такой рисунок Тобеева. Тобеева иглорефлексотерапия. Тобеева. 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 80-й год. Тоже 80-го года книга. Тобеева. Зеленая, большая, толстая. Иглорефлексотерапия. Вот. Дальше. Тыкачинская. Тыкачинская. Еще авторы. Яворский, запятая, Детлов. Яворский, Детлов. Я картинки эти показывал в прошлый раз. Еще могу попробовать. Да. Стояновский. Иглорефлексотерапия. Там тоже очень хорошо. Стояновский. Написала. Ну, вот. Еще вопрос есть. Получается, тот орган, который страдает, не работает, туда надо ставить серьгу или заглушать магнитом? Во-первых, магнита мы не заглушаем, магнитом стимулируем. Так же, как и серьгой. Просто магнитом мы стимулируем кратковременно. На 2-3-4 часа дольше нежелательно. Те, кто носит эти клипсы магнитные с утками, они искажают работу органа. Это потом вам аукнется. Нельзя эти клипсы носить долго. 2 часа стандарт. А серьга – это стимулятор постоянный. Поэтому девочкам сразу же традиционно прокалывают восьмую точку зрения глаза. И ставят стимулятор. Стимулятор не надо серебряным. Только золотой. Потому что у девочки после золотого стимуляции глазки горят, светятся. Они больше воды имеют, они более блестящие, они более привлекательные. А дальше там на этих серьгах может быть и стимулятор ниже, и рубиновый, или какой-то камень. Идеально это бриллиант, который стимулируется сразу же с глаза. А здесь вот корона. На короне может быть то, в зависимости от того, для чего это человек предназначен. Если у него здесь бриллиант, то значит, ну это совсем хорошо. Это сахасрара полностью стимулируется на выход всех видов энергии. Поэтому, конечно, хорошо к ребенку иметь какой-то такой вот камень. После бриллианта идет либо корон прозрачный, либо идет кварц горных руталек. Сегодня есть очень интересные камни, композитные, которые этим же свойством обладают. Они называются фианит. Помните? Институт, физический институт, академия наук фиан. Там был разработан этот камень, поэтому его назвали фианит. Вот это физический институт от фианит. Значит, сережечки с фианитиком. Это вот то, что мы реально обычно делаем. У моей дочки, я говорю, косоглазие ушло, когда поставили. Еще у меня все началось это в 77 году еще. Да, да, да. Говорил уже вам. Вот это реальная вещь. Вот сейчас у внучки глаз начал косить. Я говорю, а почему сережки не поставили? А? Я вислав, сережки лучше глаза, нормальные глаза ставили. То есть сережки здесь нет. Просто так, как для дела. Это, допустим, мужики могут поставить. Мы с горном обошел, он там, он поставил все серги. Но это такое плановое уже. Вот я вот с сергией. Мы с сергией. И некоторые цепляют себе целую кучу этих сережек. Нельзя. Вот это вот нельзя. Но то же самое у меня также внучка на этом вот... Как она, знаете, с двумя колесами. Нагол называется. Ну, гироскутер. 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 Вылетела и спиной ударилась. Там смотрели, там в травмпункте. И у нее это место, она его поочисливает. Я говорит, да я себе сюда ставлю в сережку. вот место известно место как раз вот там где произошла вот этого травма причем заметьте это травма вот здесь вот смотрите рот пищевод желудок печень то есть представляете что будет страдать поджелудочная железа поэтому конечно надо поставить потому что слабая иннервация из-за поврежденного позвонка в этом месте видите сколько здесь точек у питается вот это как раз почему здесь стимулятор хорошо и нет потому что надо чтобы эти органы были в исправности иначе сразу же танки и желудком какие-то проблемы с печенкой проблемы как бы мы увидите это диафрагма зона диафрагмы вот поэтому согласен все правильно а а все остальное это вот подружки подружек такой еще вопрос потому что в принципе тут можно много говорить вы знаете на самом деле очень много просмотров набрал ваш предыдущий урок ваша лекция там около 300 человек посмотрела уже вот сейчас за неделю это прям хорошо здорово хорошо дальше вопрос о том что я сюда прилепил еще эти какие магнитики побольшего размера магнитик есть не только такой вот а магнитики от этих самых других штук например какие-то магнитики на этот самый наклеиваются на холодильник да 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 очень мощные магниты и зона если зона какую-то серьезную допустим надо простимулировать со зрением и повреждение зрения или просто совсем плохо можно временно приклеить вот это взять да магнитик и взять еще второй такой магнитик да соединить их и вот их соединить между собой очень-очень капитально мощно она в любом месте может прилететься только вот бороз как не очень там как раз нужно маленьким а вот для для головы головная боль вот головная боль вот это большой при магнитик по носу голову могу поставить только посмотреть на какую надо ухо на поле на кто поставить по подергать за уши ся под ногтями подержать там болит или здесь болит там об прилепить на то которая болит и эффект должен быть такой должно разогреваться это ухо но греться на что должно будет начать греться оно будет горячее ухо значит пошли процессы хорошо у вас симптомы у вас головная боль может пройти представляете может была боль пройти при этом сразу же его снять и через несколько минут попробовать если вы передозировали у вас заболит другое ухо тогда вы просто его простимулируете или возьмете слегка намажите этим самым ну на спичечку на вот это вот горячительную мазь любую оптимально звездочка бальзам там поставить чтобы остальные точки не трогать все получится очень интересный эффект уже у вас очень многие люди гипертоники сразу показываю великолепный простейший совет верхние точки ухо вот здесь гипертонии она с задней стороны и я этим прибором вот этим аксоном я делаю это сзади ложбиночка идет вот давайте покажу на этом вот так вот я вот здесь еду вот так вот еду и подхожу вот сюда вот и вот нормально получается хорошо вы можете это место ухо во первых растереть растираете когда вот головная боль уши заложила давление поднялось можно вот эту зону растереть если это зона болезненная при этом значит чек засиделся и у него давление из-за скопления в тазу жидкости не может а энергии жидкости нужно нужно попрыгать пошевелиться поприседать хотя бы за стол держаться там 20 приседаний сделать и вот здесь ухо подергать или вот сюда взять и поставить вот эту вот самую клипсочку магнитику поставить сюда прилететь на магнитику два магнитика поставили один сзади один спереди еще и подержать немножко вы увидите как уши ушах хоп 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 так проглотил все и слышимость великолепная при этом потому что и встать его трубы раскрываются все срабатывает уж этот слух срабатывает прекрасно давление уходит глаза нормально видеть то есть очень очень часто у нас болезни мы сидим за чем-нибудь за сотым телефоном и вот эта зона верхняя она сильно страдает вот это как раз зона вот это вот копчик и вот здесь как раз руки ноги вот здесь проектируется на рисунки на любом из рисунков я этот рисунок сейчас покажу вам сразу на рисунке вот этот рисунок какой нибудь вот этот рисунок да вот видите рисунок вот она нога здесь нога вот внутренние женские органы видите тут все здесь вот и коленка здесь вот в общем вот эта зона вся вот рука вот этот тазобедренные кости вот вы сами даже прощупывая эту зону сразу определите что вы там уже отсидели себе можно так же точно намазать слегка но только дифференцированно не надо мазать все ухо толку не будет нужно обязательно дифференциации поточнее спичечкой сначала нащупали эту зону которой болезни потом мы на спичку намазали что-то и чуть-чуть покрутили и то же самое сзади ухо вот поэтому вот здесь вот очень хорошо показано что да этот мозг как раз вот в мозгу нижней части вот ухо соответствует все соответствует там никаких хитростей нету есть центральная ямка в центре органическая интересно такое есть еще раз вот на этом плакате все соответствие полное полное так что все здесь нормально надо этим просто пользоваться нам организм да вот я дочке когда прибор это сделал я сделал такой вот прям плакатик видите вот она прибор держит мой экспонировался на 1 х ссср вот и как раз вот я показываю точки здесь нарисовал какие точки можно стимулировать для синдром механической усталости глаз вот это вот вот этот например вот я взял из парного вот нарисовал какие точки этим прибором только на ухе надо вокруг глаз вот это для глаз а этот угол для круг угоухости вот эти точки вокруг вокруг постимулируются видите это я сделал там 20 лет назад вот это вот такой плакатик такой когда был медицинский центр он мне очень здорово помог потому что было около тысячи прошло пациентов у нас вот кстати вот пожалуйста магнитные клипсы вот есть прям в интернете может видите магнитные клипсы как они делают куда их прилипают видите все есть это я просто скачал с интернета ну или вот сейчас вариант магнитные клипсы ну все в принципе в принципе все вы знаете вот елена пишет я с прошлой лекции каждое утро ушки разминаю благодарю за знание да снаружи сначала то есть вот мы разминаем снизу начинаем от головы шею вот поясница и доходим до самого конца внутрь входим внутрь входим да и здесь внутри это мы вошли энергетику внутрь ввели через вот диафрагму а потом начинаем рот пищевод и вот здесь проходим сразу же желудок тонкий кишечник почки вот снаружи а потом внутри вот такими двумя движениями вот раз внутрь и вот даже даже от этого массажа утреннего просыпается быстро ментально потому что идет полный заряд такой кофра то же самое есть на руках мы и это уже не в теме нашей лекции но на руках то же самое вот вы здесь все сердце заболело вы здесь потерли сердце ну вот точка первая точка сердца вот она она здесь вот вы взяли покусали покусали вот он болит такая как это сказать сладкая боль вы вот этим вот кусаете этот палец и у вас пошла 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 энергетика раз вот перестала под лопаткой бить вот ну сердце встало на место понятно то есть эти стимуляторы и также вот кишечника вторая точка кишечника точка хэгу точка хэгу вообще их вот эти три точки есть вот одна точка на коленке на руку взяли руку коленкой левый левый палец нападает точка шэньмэнь называют точка там тысячи болезней а джу сан ли точка джу сан ли точка джу сан ли да вторая это нижняя часть столица хэгу вот она верхняя болезненный шарик хэгу и шэньмэнь это вот это вот точка внутри ямки это вот как раз вот она точечка это шешение точка маски это верхняя часть вот таких шесть точек хорошо это просто какое-то черное вот вы начинаете снизу сделали это все стимулировали стимулируете ноги обе точки джу сан ли крутите пока она не станет немножко болезненный да потом так же посмотрели какая рука болит эта самая точка хэгу так же ее простимулировали простимулировали конечно главное концовку чтобы она была размазать все это вот делали да и потом подошли вот сюда вот с этим точком верхним шином все вот это утренние порты бодряк сразу это просто все вы устали да да конечно вы знаете все гениальное просто все я вот хотел это сказать что это такая фраза ну она как бы избита все гениальное просто но на самом деле таких гениев среди нас не так уж и много которые до знаний несут переводите 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 в веру знания и сначала верите кому-то человеку верите он вам авторитет и вы начинаете делать потом вы это это критерий истины да практика дальше вы уже это знаете все вы это знаете вам не нужен авторитет поэтому всегда зацепляется за веру потом сказал вы проверяйте 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 а потом вы это знаете да знаю все поэтому самый верующий у нас кто это наш бог он верит людей он-то все знает он в нас верит что может быть мы когда-нибудь что-то тоже будем знать да вот у нас в академии как раз это девиз мы говорим и рассказываем только то что пропустили через себя через свой личный опыт да да и передаем от сердца к сердцу и чтобы этот опыт вы запомнили поэтому нужна память чтобы это вспомнить память должна быть так организован даже так тренировать чтобы мы могли вспомнить даже то что было 40-50 лет назад а это было вот такое оно так работало и тогда вы можете применить поэтому тренировать память надо обязательно здорово мы с вами встречаемся через неделю не знаю не знаю сейчас вот если посмотрите хорошо ну что разговоры дел а вы уже уехали я еще я еще не знаю как я сам с техникой с этой освоить но я уже почти освоился потому что я умными пользоваться поэтому мне тяжеловато если что мы с вами выйдем на связь давайте прощаемся да да на самом деле всему можно научиться владимир николаевич я вас благодарю от всего сердца спасибо за ваши знания за готовность отдавать вы знаете это просто удивительно когда такая вот это вот отдача мы же ее чувствуем вот каждая клеточка буквально миле виктор мне огромное спасибо значит вы хотели иметь знания все равно их получили вот не от меня а счет кого-то лишь бы это знание были знаниями а не обголожками веры так как это есть понятие слова слепой веры поэтому я вам это рассказал берите литературу смотрите да я больше скажу я так думаю что мы скоро будем какие-то занятия такие общие групповые проводить по массажу с ушками там возможно вот как-то в голове вот что-то строится да это все все известно все отработано все важно применять не просто а применять на практике вот применять поэтому по практике есть и вот этот прибор применяется и вот этот прибор применяется еще там китайскую технику КТ биорезонансный прибор посмотрел все органы 36 уровней органов прозвонили посмотрели сколько и отправления что начинаем обратную связь если распечатка идет там на три листа у меня поначалу через три месяца на два листа сейчас у меня на один листик уже дальше я вошел в китайскую норму да я думаю блеск ваших глаз ваш задор и ваше желание стремление отдавать они говорят сами за себя я думаю что через какое-то время это будет пол листика нет нет когда совсем не будет ничего это все как человек от симметрии мы не будем стараться полностью от симметрии пусть будет пусть будет один листик тогда у этой самой у любой летающей тарелки есть верхняя ось и нижняя если вокруг скорость гигантская ее мы не видим она скопается под пространство то верхняя и нижняя ось там скорость она нулю она остается в пространстве если навигационные если навигационные все не будет она уйдет сразу приклеится поэтому нам всегда надо склонять навигационные оси чтобы оставаться в команде да и что как высоко мы не летали никогда не отрывались от коллектива да 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 идут слова такие хороший тост хороший тост хороший тост благодарю вас благодарю от всего сердца я хочу полететь прямо на солнце не надо там без нас хорошо не отрывайся от коллектива да да благодарю еще раз все до свидания